Привет, с вами снова Игорь Шико, мы наконец-то вернулись. Со мной сейчас Егор Яковишин, Frontend Team Lead, Сетка. Егор, здравствуйте. Привет. Что такое Сетка? Сколько времени прошло от идеи до реализации? Значит, сегодня Сетка это компания, которая родилась в стенах издательского дома Locked Media, выросла в самостоятельный проект, который занимается разработкой проектов для медиакомпании, которая помогает им делать красивые, классные, востребованные публикации вовремя. Если говорить про то, сколько прошло времени, я думаю, что все это вылилось в какую-то самостоятельную историю где-то, наверное, 2,5-3 года назад, примерно так. Непосредственно я работаю в Сетке полтора года и занимаюсь проектом визуального редактора. Какой эффект для редакции от работы в Сетке, поделитесь цифрами, если возможно. Да, значит, одна из самых распространенных цифр, которую мы называем, если говорить в частности про мой проект, то есть это редактор, который позволяет верстать красивые, классные статьи, это, собственно, скорость. Потому что все мы понимаем, чтобы сделать что-то хорошо, как правило, нужно потратить на это времени, там, верстальщика позвать, дизайнера и так далее. Вот. И мы по нашим, собственно, измерениям, потому что у нас своих несколько медиапроектов, там, Village и так далее, мы замерили, что верстка классных постов у нас сократилась где-то, наверное, от 60 минут до 10-15. То есть, ну, такая весьма неплохая разница. Достойно. Да. Теперь немножко о фронтенде. Какой стек используете? Ну, или использовали построение этого проекта? Да. Значит, конкретно сейчас в редакторе мы используем React Redux, вебпак для сборки всего этого дела. Первый, второй? Вебпак второй. Да, мы переехали недавно второй, все стало хорошо, быстрее, бандл стал чуть поменьше, ну, и стал чуть-чуть побестрее. Прямо радикальных изменений я не заметил, но в целом нормально. Вот. Мы используем CSS-модули для, собственно, генерации CSS-классов. То есть, мы, наверное, практически полностью уехали с BAM-нотацией. Вместо того, чтобы писать это вручную, мы теперь генерируем все это при помощи CSS-модулей. Если заглядывать чуть раньше, что у нас было? У нас там были времена, когда был даже CoffeeScript какое-то время. Сейчас его не осталось вообще. Это был, ну, такое, Legacy-наследие одного из проектов, на основе которых мы базировали свой проект. Сейчас этого не осталось ничего. У нас, собственно, ES 2015-2016, если говорить о диалекте JavaScript, React, Redux, плюс еще некие свои там подобия хранилища State, от которых мы тоже потихонечку избавляемся. Вот, на двух словах как-то так. Задам, наверное, странный вопрос, а почему не TypeScript? Потому что React, ну, он хорошо дописывается, по идее. Значит, да, объясню. Мы, как бы, я на самом деле с TypeScript очень положительно отношусь в последнее время. Попробовал писать кое-что на последнем Angular 4, мне все еще понравилось. Дело в том, что у нас не очень большая команда, а продукт находится все-таки, несмотря на то, что уже есть достаточно большое количество клиентов, он находится все-таки в стадии стартапа. И сейчас все технологические решения, которые мы принимаем, они должны быть, как правило, обусловлены именно продуктовыми решениями. Поэтому мы идем достаточно жестким и, скажем так, не всегда есть время туда уложить какие-то новые технологии. Поэтому я стараюсь, как Team Lead, какие-то вот новые вещи, которые, за которыми я давно наблюдаю, вкладывать именно в те продуктовые моменты, которые вот именно для этого подходят. Допустим, мы там понимаем, что какая-то новая большая фича, я вижу, что у нее есть время, думаю, ага, а вот заодно сейчас мы переедем на второй вебпак. И это гладко ложится. Если бы сейчас к тебе подошел CTO, например, сказал, Егор, мы переписываем все заново, либо начинаем новый проект, то что бы ты поменял в текущем стеке, может быть, или на чем бы начал вот новый стек разработки? Очень хороший своевременный вопрос, потому что мы на самом деле сейчас как раз занимаемся параллельно с основной веткой разработки, так сказать, второй отрефакторенной версии редактора. И я могу сказать, чего там точно не было бы, там абсолютно точно не было бы Office Script, там точно, наверное, не было бы Browserify, на котором мы какое-то время жили, но потом я понял, что такой зоопарк плагинов, который к нему приходится прикручивать, в частности, что касается CSS-модулей, работает, ну прямо скажем, не очень хорошо. Поэтому, если говорить о новом стеке, то это, наверное, остался бы React с Redux, потому что мне очень нравится та философия функционально, на которой они работают. Они не такие тяжелые, как, например, Angular, то есть они позволяют их встраивать точно в те участки кода, которые нужны, и ты контролируешь, ты хорошо понимаешь, что там происходит. И, наверное, да, это был бы TypeScript. Факапы у вас случаются? Или все работает вот идеально, как CSS? Факапы случаются, безусловно, да. Было бы неправда, если бы я сказал, что они у нас не случаются. Но они чаще, на самом деле, случаются по каким-то инфраструктурным причинам. Допустим, там, какая-то версия с багом улетела клиентам, хотя она не должна было бы им улететь. То есть понятно, что этот баг сначала произошел, а потом он улетел. Но все-таки большинство багов мы успеваем отслеживать на своей стороне. Частично это решается автотестами, частично это решается код-ревью, которым я уделяю достаточно много времени. И та, скажем так, модульная архитектура редактора, которую мы написали, она достаточно устойчивая. То есть мы сейчас, наверное, дошли до 30 тысяч строк кода. Это не так, чтобы прям очень много, но и не очень мало. В общем, ну такое достаточно нормальное количество. И могу сказать, что оно работает неплохо. Мы сейчас испытываем определенные проблемы с производительностью, которые как раз повели за собой написание рефакторинга ядра редактора с целью сделать его быстрее, лучше и так далее. Мы сейчас эти проблемы решим. Поэтому, да, безусловно, факапы случаются, но мы из них делаем правильные выводы и, собственно, их решаем. Ну, то есть факапы скорее такие не временные, то есть не задержка релиза на 2 месяца. Нет, такого не было, такого нет. Мы стараемся сейчас, вот, наверное, еще что добавлю. При планировании новых фич мы всегда стараемся, чтобы они предварительно укладывались где-то максимум в 3-4 недели. То есть на больший срок мы стараемся какие-то большие фичи выбрать. То есть работаете что-то вроде с крабом. Типа того, да. Собственно говоря, ты упомянул производительность. Я из своего опыта знаю, что Webpack 2 очень хорошо поработал с производительностью. Есть некоторые модули, которые улучшают. Пробовали ли бить на бандлы, например, или какие-то свои, какие-то, может быть, изобретения были? Поясню. Значит, бить на бандлы, пока мы, наверное, не очень к этому готовы. Поясню, к чему. Потому что у нас продукт, который деплоится к многому количеству клиентов. Сейчас это несколько сотен. И, соответственно, появление каждого нового файла это, получается, дополнительный файл, который нужно отслеживать. Долетел он или не долетел, целостный он или не целостный и так далее. То есть у вас push-деплой? Да, у нас пока файлы живут физически у нас, но у каждого клиента есть ссылка на свою уникальную копию файла. То есть выходит новая версия редактора, мы шлем push-и всем клиентам, заберите ее. Они, соответственно, обновляют у себя в базе ссылки, что вот появилась новая версия, теперь нужно подтягивать эту ссылку. Плюс к тому, у редактора есть разные тарифы, разный набор плагинов, с которыми он билдится. В общем, это очень много версий. Если мы еще начнем на пандлы бить, это как бы еще будет там x3, x4, я не знаю, достаточно много. Поэтому те проблемы с производительностью, с которыми столкнулись, они не касаются, скажем, скорости загрузки редактора, они касаются именно скорости работы в определенных узких местах. Это связано с большим количеством event-лисенеров. Мы поняли, где именно вот эта узкая бутылочная горлочка, сейчас ее исправляем. Тоже с точки зрения оптимизации, как относишься к новым JS-модулям? Пробовывали их? Как они тебе, если пробовал? А ты имеешь в виду native-e6-модуля? Мы их используем, собственно, повсеместно. Ну, то есть, мы их, разумеется, вебпаком бандлим в единый файл, единый бандл, но мы на них переехали. Собственно, как бы, синтаксически в коде у нас везде они. То есть, как бы, мы ушли от, там, модуля экспорт или require, вот таких вещей. Ну, то есть, некоторое время полифилили или сейчас полифилили? Ну, собственно, вебпак плюс бабл, ну, то есть, стандартная комбинация. Из твоей биографии, твое описание, я узнал, что ты тоже преподаешь в Moscow Coding School. Да, такое было. Я так понимаю, что это у вас в компании такое вот... Это у нас передается по наследству. Достаточно часто. Что тебя сподвигло этим заняться? Расскажи, зачем тебе это вообще, в принципе? Потому что часто случается, что айтишники, тем более фронтенды, ну, редко, как бы, занимаются такими вещами. Окей, да, я понимаю. Значит, на самом деле история была примерно такая. Я достаточно большое количество времени провел в коворкинге DIY Telegraph, который многие знают, очень такое, на мой взгляд, классное атмосферное место с огромным количеством полезных знакомств и так далее. И в какой-то момент меня пригласили туда на новогоднюю вечеринку и заодно, собственно, пообщался там с ребятами, которые делают Moscow Coding. И у них на тот момент как раз ушел преподаватель JavaScript, и они искали нового. Они меня спросили, о, не хочешь преподавать? Попреподавать. Я подумал, ну, а почему бы и нет, собственно, такой интересный опыт, почему бы и нет. И как-то я подготовился, сделал один курс, он прошел успешно, я получил очень приятные отзывы. Продолжил, и в итоге за весь 2016 год я провел аж шесть курсов. Какие курсы ты проводил? А это всегда был один и тот же курс по JavaScript, по базовому JavaScript. То есть прямо с самого начала, что такое переменная, строка, число, eFons и так далее. Да, и заканчивали мы такими вещами, как AJAX-запросы, работа с домом, какие-то браузерные API, которые следует знать и так далее. То есть это был вот такой шестидневный интенсив, который вводил человека в мир. Интродакшн. Да, да, да. Кстати, могу добавить, в частности, вот тут, насколько я видел из списка, один из ведущих в этой, собственно, студии, это Иван Васильев из Альфа-банка. Вот это один из моих студентов. Забавно. Привет, Иван. А планируешь создавать новые курсы или что-то такое, расширять как-то свою деятельность? Значит, после Москодинга я записал еще видеокурсы 16 секций вместе с другой компанией, не с Москодингом. То есть это как бы закрыл для себя и этот тоже интересный гештальт видео преподавания. Я думаю, что если я и буду делать что-то подобное, то не на базовом уровне, а на более продвинутом. Потому что, как бы, к концу шестого курса я понял, что вот все-таки, несмотря на то, что интересно, я повторяю одно и то же. И надо куда-то все-таки сделать шаг дальше. Так что, если будет, наверное, дальше что-то я буду делать в этом направлении, то по каким-то, может быть, более узкоспециализированным вещам и какой-то уже next level. Я так понимаю, ты в своей команде расти с джуниоров? Я могу сказать так, мы, наверное, пока что не настолько большая компания, чтобы выращивать именно джуниоров. Мы выращиваем медлов. Да, учивайте сотрудников до того, чтобы они поднимали свой уровень. Это правда. Как вы к этому подходите и что для этого делается? Как это обычно происходит? Я понял. Значит, у меня философия такая, что, собственно, важный навык программиста – это умение самостоятельно находить информацию, решение проблемы и, скажем так, брать информацию в тех местах, где это нужно. Будь то это Google, будь то это конференция, будь то это твой Team Lead. Тебе нужно как бы самостоятельно это делать. Соответственно, у меня позиция такая. Я, во-первых, стараюсь чередовать задачи, какие-то интересные, большие новые фичи и задачи, скажем, по баг-фиксу, написанию тестов, чтобы у человека создавалось как бы правильное понимание, что работа – это не только рутина или работа – это не только постоянно написание чего-то нового. Надо, чтобы был баланс. И в то же время стараюсь давать какие-то такие задачи, которые описаны от начала до конца, но на высоком уровне, то есть как бы а-ля такой бизнес-постановка задачи. И дальше, чтобы человек уже сам начинал въезжать в это и задавать вопросы, типа, а вот что здесь, а что здесь и так далее. Таким образом формируется самостоятельное решение задачи, а это, по сути, то, что превращает медла в сеньор. Вопрос от Павла. Павла The Lizard. Павел, очень приятно. На твой взгляд, какая книга абсолютно маст-3 для фронт-энда? Вот не твоя любимая, а вот именно, чтобы она нужна всем фронт-эндам. Я понял, да. На самом деле, у меня есть на это ответ, вот что на всех курсах москодинга, что потом. Я всегда рекомендовал одну и ту же книгу. Это Learn JavaScript.ru Ильи Кантера. На мой взгляд, это лучшее, что вообще написано. Ничто с ним не конкурирует. И прям, я считаю, что с этого абсолютно точно всем нужно начать. И более того, я даже сам временами возвращаюсь и нахожу там что-то новое. Наверное, потому что Илья туда что-то дописывает. И я могу сказать, что это великолепное произведение. Очень хорошо написано, очень детализированное. И оно живое, к тому же, по всему прочему. Там все классно. Вот это маст-3. Спасибо, Егор. С нами был Егор Иковишин, Frontend Team Lead Setka и Игорь Шипов.